Водители и пешеходы давно уже разделились на две враждующие группировки. И новые жертвы этой войны появляются чуть ли не каждую неделю. Вот водитель фуры не остановился перед переходом. Буквально через пять дней ту же ошибку совершил водитель отечественной легковушки. Ошибку, как позже стало известно, трагическую. 19-летняя девушка-пешеход погибла в больнице. И это только начало 2015 года. В прошлом таких случаев были десятки. По информации ГИБДД нарушают и водители, и пешеходы. Вот цифры за 2014 год. Водители в текущем году совершили 8 тысяч с небольшим нарушением правил дорожного движения, не пропуская пешеходов. Пешеходы, в свою очередь, допустили свыше 10 тысяч нарушений. То есть, налицо преобладание большей сознательности, как бы это ни звучало странно, у водителей, нежели у пешеходов. Автолюбители подтверждают, пешеходы действительно все чаще тем или иным образом нарушают правила движения. Я, конечно, понимаю, что водитель должен пропустить пешехода, но не удостоверившись в том, что машина не едет, особенно на загородных трассах тоже убегать не стоит. Очень, конечно, часто замечаю, что вот, например, я живу в небольшом населенном пункте, я живу не в Иваново. У нас очень часто вот вечером по улицам, то есть, прямо посередине дороги ходят пьяные люди. Или вот я замечаю, когда бывает, вот идет мама с коляской и начинает перебегать дорогу вообще в неположенном месте и хочется спросить, вот ладно, ты взрослая себя вот угробишь, как бы, а вот ребенка за что, как бы. То есть, вот я вот в такой позиции. Пешеход, когда выходит на проезжую часть, и когда остановилась одна машина, это не говорит о том, что уже можно спокойно и смело идти. Нужно посмотреть на другую полосу, потому что, как правило, в городе у нас двух-трехполосные движения, и нужно на это обращать внимание. Как правило, пешеходов же редко, ну, как бы, наказывают, поэтому пешеходы, им, по-моему, без разницы, они особо-то не парятся по этому поводу. Инспекторы ГИБДД действительно реже занимаются пешеходами, нежели водителями, но все же в курсе основных и, по большей части, фатальных нарушений. Среди наиболее распространенных их нарушений, то, во-первых, переход проезжей части вне установленного места, то есть, вне пешеходного перехода, причем в зоне его видимости, в непосредственной близости от него. Кроме того, нередки случаи перехода проезжей части на запрещающий сигнал светофора. И по-прежнему значительной проблемой существует выход пешехода на проезжую часть перед близко идущим транспортным средством, то есть, в месте, где это допустимо делать, ввиду отсутствия поблизости пешеходного перехода, но ввиду нарушения требований правил дорожного движения, что нужно убедиться в безопасности пересечения проезжей части. То есть, вот это очень часто ДТП происходит именно по этой теме. Человеческий фактор при возникновении аварийных ситуаций важен, но ведь есть еще и погодные условия. Пик аварийности приходится, как правило, на зимний период и особенно опасно на дорогах в темное время суток. Действительно, иногда не видно. Иногда бывают случаи наезда на пешехода, страдает водитель, грубо говоря, из-за того, что просто его не видел. И доказать обратное зачастую бывает очень сложно. ГИБДД и администрацию эту проблему решают. У многих ивановских школ уже появились специальные светофоры, привлекающие внимание водителей к зебрам. А с февраля 2014 года практически все переходы оборудованы знаками со светоотражающей каймой. Но, судя по цифрам статистики, окончательно решить проблему опасных зебр эти меры не могут. Узагубляет ситуацию отсутствие на многих пешеходных переходах, особенно за городом, освещение. Проблема освещения у нас недостаточного освещения или его отсутствия, особенно актуально для пригородных зон. Когда водитель, скажем так, двигаясь вне населенного пункта со скоростным режимом в 90-100 км в час, подъезжая к городской черте, он не успевает еще перестроиться на режим в 60 км в час. Вот здесь-то и возникает опасность появления пешеходов на проезжей части дороги. За примером не нужно далеко ходить, деревня Жукова Ивановского района. Автомобильные фары высвечивают знак пешеходного перехода. Но скорость автолюбители не сбавляют. Хотя пешеход может появиться на проезжей части в любой момент, а увидит его водитель в последний. Прибавить к этому приличный на зимней трассе тормозной путь – и получается ДТП. В Жукове и на этой зебре, в частности, в минувшем году были и смертельные случаи. Все по той же причине – недостаточной видимости. Но не все так печально. Скорее всего, уже в этом году будет и на этой улице праздник. Мы направили информационные письма. Иногда мы прибегали к помощи прокурорского реагирования, по результатам которых на 2015 год на дороге Иваново-Владимир, допустим, будут оборудованы семь населенных пунктов наружным освещением. Такие как Жуково, Синяя Сока, Никульская, Увалево, где раньше были проблемы по наездно-пешеходам. Та же судьба, скорее всего, постигнет переходы в Новоталицах. Проблемы освещенности зебр решаются, правда, крайне медленно. А время исчисляется порой не днями и не месяцами, а человеческими жизнями. Есть, конечно, более бюджетный способ обезопасить пешеходов. Без кипа бумаг и бюрократических проволочек. Это фликеры или светоотражающие элементы одежды. Их ношение, кстати, с 1 июля за городом обязательно. Так решили законотворцы. Пока ивановцы не активно пользуются фликерами. Но, как прогнозируют инспекторы ГИБДД, скоро все изменится. Так или иначе, пешеходам все равно придется иметь эти фликеры. Как им пришлось буквально несколько лет назад, обязательно начать пристегиваться в автомобилях. Всем и пассажирам, и водителям. То есть в советские времена эта норма носила рекомендательный характер. Теперь обязательно и постоянно ужесточаемая норма. То же самое будет с фликерами. То есть постепенно народ все равно привыкнет к этому. Выйдя из сумрака, уверен автолюбители, пешеходы не перестанут провоцировать ДТП. Но их, по крайней мере, будет видно. Водители будут предупреждены об их появлении на дороге. А значит, готовы. Наталья Гутарина, Денис Денисов, Андрей Семиволков, РТВ «Иваново». Денисов, Андрей Семиволков, РТВ «Иваново».